Привет подписчики! Сегодня пришел мне очередной нож. Здесь нож Харнс Виппер. Давайте начнем распаковку. Стоимость данного ножа около 20 долларов. Итак, раскроем посылку. Посылочка без повреждений. У нас больше ничего нету. Упаковка. Дайте инструкция какая-то. Все, конечно же, на китайском языке. Ну и на английском. Нож упакован в пупырку. Второй нож. Вторая распаковка данного ножа. Первый нож мне долго не задержался. Я его продал. Так, продолжим обзор посылки. Снимаю его уже вечером. К сожалению, не получилось все сразу заснять. Так, вот такая коробка. Здесь мы видим, да? Достаточно плотный картон. Инструкцию мы положим. И, соответственно, сам нож. Так, ну что, по стандарту смотрим на клинок. Клинок посередине. Ручка G10. Надпись. Харнс. Так, наверное, не увидим такого. То есть, вот она надпись. Что-то заляпался. Ну и вот моделька випер, да? Тоже, видимо. Сфокусирую. Випер. Что интересно, здесь в выберах клипса тоненькая. Держа в руках, она ни грамма не мешает. Спуски от обуха идут. Так, вот эта штука забыл, как называется. Оригинально сделана. Нож держать удобно. Без каких-либо повреждений, да, нож. Достаточно широкое темлячное отверстие. Так, ну и давайте нож проверим на бумаге, на остроту. То есть, нож очень хорошо заточен. Дотачивать не требуется. Режет идеально. Заточка, в принципе, чуть немного неравномерна. Ну, немножко неравномерна. Но ничего страшного. Нож советую всем. Это у меня уже второй нож, как я и говорил. Никаких претензий я к нему не испытываю и не имею. Вот такой вот интересный нож. Куплен был за 20 долларов, по-моему. Ну, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok